Дэнди, мы все любим Дэнди! 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 Играет все! Привет! Только что вы видели слонёнка. Если я что-нибудь в этом понимаю, то слонёнок это Дэнди. В Дэнди играют все, а играют все это наша программа, которая выходит каждую неделю, и каждую неделю её веду я, Кристина. Смертельные поединки, гигантские чудовища, космические полёты, поиски сокровищ, спасение красавиц, таинственные подземелья и загадки морских глубин. Добро пожаловать с нами в мир новой реальности, в мир компьютерных игр! Сегодня необычная программа, потому что мы выходим пятый раз. А это значит, что наступило время объявить большую раздачу слонов. Сегодня в нашей программе. Раздача слонов, кто получит приставку Дэнди. Ликбез, я бы в гонщики пошёл, пусть меня научат. Шпиль-клуб, шпилята учатся шпилять. И наш весёлый, звонкий глаз народа. А также очередная серия нашей телемути. Как и обещала, начну с раздачи слонов. Позади четыре выпуска нашей программы. И давно пора назвать того, кто стал счастливым обладателем вот этой чудесной приставки. На 11 из 12 вопросов правильно ответил только Стасик Щипцов из Киева. Мы поздравляем тебя, Стасик. Молодец, Стасик. Верите, играют все. Не огорчайтесь все те, кому пока не очень везёт. Ведь как там у великих? Пустяки. Дело житейское. Ведь играют все, и ваши призы ещё впереди. Ну а пока смотрите. Флэш и Бэтмен. Конечно, не шедевр, но играть интересно. Всё никак не могла понять. Это почему же у меня Бэтмен, но просто карликовый? И сама игра что-то мне напоминала. Вспомнила. Монстр из моего кармана. Игра-близнец. Вернее, двойник. Злодей Ворлок, живущий в телевизоре, распустил всякую мразь по квартире. Этой дряни, ну просто чересчур. Злобные зомби, черепа, скелеты, крылатые сфинксы и другие мраки. Но нашлись два человека, готовые устроить разборки с миром зла. В одной версии это Флэш и Бэтмен. В другой Фрэнкенштейн и Дракула. Впрочем, важно не это. Подберите по пути ключ и убедитесь, что им можно мочить всякую нечисть не хуже, чем из базуки или лазерной пушки. Что действительно достает, так это собственная миниатюрность. Попробуй перепрыгнуть-ка через горящую горелку или забраться на кассетник. Как вы уже поняли, игра рассчитана на одного игрока и на двоих. И всё остальное тоже стандартно. И боссы уровней, и объём игры. Так что долго не тяните, вставляйте картридж и боритесь. Впереди у вас целых шесть уровней незабываемых схваток со всякой нечистью. А теперь Супер Нинтендо. Ипотека. Ничего не понимаем. Абсолютно сумасшедшая стрелялка. Бей во всё, что встретишь на пути и двигайся вперёд. Твоим услугам две модели роботов на выбор. Подзаряжайся капсулами с энергией и разгуливай себе да постреливай. А врагов хоть отбавляй. И собаки тебе, и ракетчик Ниндзя, и железные солдаты, и отвратительное мерзкое чудовище Япа. А чего только стоят роботы-близнецы Кенни-раз и Кенни-два. Очень напряжённая игра на всех шести уровнях. И на улицах города, и на хайвее, и на заводе, и в воздухе. А в остальном всё обычно. Проходи уровень, поражая противников. Утрину с боссу уровня, не забывая подзарядиться где-нибудь. И шпиль на следующем уровне. И как всегда на Нинтендо и звук, и графика на очень высоком уровне. Когда устанете от умных и весёлых игр, и захотите повоевать, не надо драться с соседом. Вставьте в приставку картридж с игрой Супер Роботектор, и вперёд! Басте Баст Луз. Очередная игра из серии Тинни Тун. Если телесериалы загнивают на глазах и вызывают лишь зевоту, неувидаемый Бакс Банни с каждым разом, с каждой новой версией, всё лучше и лучше. Снова с вами враг Койот. Снова задача спасти принцессу Бэпси Банни. Впрочем, вы можете выбрать уровень, на котором будете развлекаться. Детский, нормальный или режим вызова. Иногда забавный кролик напоминает мне жадного коллекционера. Эта игра не исключение. Снова кролик собирает морковки, звёзды, кстати, за сотню можно взять жизнь, птиц Додо и, конечно же, кукол, изображающих его самого. Такая кукла тоже перебавляет жизнь. Из сюрпризов, заложенных в игру, американский футбол. Вот это классно! Игра в игре. Супер Нинтендо снова на высоте. Открою маленький секрет. Перед съёмками вся телегруппа с невероятным азартом играла именно в эту бегалку и дала ей очень высокую оценку. Почему? А вот поиграйте и поймёте. Супер Нинтендо снова на высоте. Супер Нинтендо снова на высоте. Супер Нинтендо снова на высоте. Совсем недавно выяснилось, что среди шпилей очень много и взрослых людей. Об этом свидетельствуют старые песни. Например, где бронепоезд не пройдёт и танк тяжёлый не промчится, наш шпиль на пузе проползёт. И ничего с ним не случится. Как вы поняли, пришло время шпиль клуба. Чип и Дейл. Очень клёвая и потешная игра. Кто друг, а кто враг, сами знаете. Но в борьбе с бандитом Толстопузом и его головорезами очень поможет Жик. Так что поспешите освободить его из большого ящика. Играть в игру можно вдвоём, это понятно. Ведь Чип и Дейл – неразлучные друзья-спасатели. Перед вами целых 11 зон. Наверняка вам будет интересно познакомиться с ними самостоятельно. А пока несколько маленьких советов. Жизнь можно восстановить, найдя жёлудь. Когда вы соберёте 100 цветков и поймаете звезду, которая появится, вы тоже получите жизнь. Совет для тех, кто будет играть вдвоём. Чтобы в Жик приносил бессмертие, Чип должен взять Дейла на руки или наоборот. Это уж вам решать. Чтобы остановить поток шаров или ударов топора, бросьте выключатель ящик, и дорога свободна. Как по мне, один из самых интересных и сложных моментов игры – бой с роботом из зоны Д. Но и с ним можно справиться. Удачи! Патруль призраков Вы и ваш лучший друг Джули попадаете на выставку привидений в городскую библиотеку и подходите к драгоценному ларцу, в котором спрятана книга духа. Но кто же не откроет книгу, секретную и запретную? Но комната затряслась, и из книги появляется ужасный дух. Вам предстоит необычайно интересное дело – привести историю в соответствующий порядок. Вы побываете в Китае времен династии Минь, в средневековом мире – мире демонов. Прежде чем вы начнете спасать жертв призраков, выберите, кем будете – дзеки или джулии. А те, кто любят разные оружия, не останутся в обиде. Спасая 10 жертв каждого уровня, постреляйте из лука и пулемета, плазменного ружья, лазерного пистолета и базуки. Все очень просто – идите на сигнал «Save me», «Спасите» и «Ды сумеете» сюда, и не ошибетесь. Но будьте готовы к неожиданностям. Вас могут съесть всякие растения, раздавить гоблины. Маленький совет – на третьем уровне передвигайтесь прыжками. Это спасет вас от попадания в ямы с лавой. А вот стрелять по рыцарям лучше из плазменного ружья. Но не увлекайтесь, а сохраните часть его для босса уровня. Увлекательная игра! Попробуйте и увидите! Играет свет! Что ж ты, брат мой, шпиль не весил? Что ж ты голову повесил? Шпиль с рассвета до луны, Чтоб не кончились слоны! Я снова отвечаю на вопросы прошлой передачи и задаю новые вопросы. Ну, сперва о старых. Гарантия на приставку «Дэнди Юниор» – полгода, а на «Дэнди Классик» – год. Сокер – это английское название европейского футбола. Ну, чтоб не перепутать с американским. А буква «Ф» обозначает «истребитель». По-английски это звучит «файтер». Очередным супер-игроком тура стал... Сейчас, сейчас я выберу, кто же у нас стал. Это Серков Сергей из города Сум. Серёжа, ты получаешь вот этот классный картридж. И мы поздравляем тебя, Сергей! Для тех, кто хочет играть и выигрывать, наши новые вопросы. Вопрос первый. Вы, конечно же, знаете игру «Джеймс Бонд». А какой номер был у этого супершпиона? Вопрос второй. Назовите игру, в которой первым вашим соперником будет одноглазый прапорщик Борис Бомжинский. И вопрос третий. Игру в бильярд на картриджах разработали современные программисты. А кто впервые привёз в Россию настоящий бильярд? Смертельные поединки. Глаз народа не смолкает ни на секунду. В этот раз он разразился громом очередного народного хит-парада! Ура! Хит-парад возглавляет «Утиные истории 2». Наши поздравления, мистер Даку. На втором месте капитан Америка, уверенно шагающий по Соединённым Штатам и поражающий врагов. Парк юрского периода на третьей позиции. Неожиданность недели. Попадание в пятёрку игры «Флэш и Бэтмен». Это игра четвёртая. И весёленькая игрушка «Тинни Тун» с её приколами и подколами на пятом месте. Вот такие дела в мире восьмибитных игр. Субтитры делал DimaTorzok